Обладатели новых квартир не могут уже почти год переехать. Две семьи так и живут в полуразвалившемся аварийном доме в Якутске. Почему жители продолжают мерзнуть в ветхой деревяшке и что мешает новоселью, попыталась узнать Розалия Борисова. На ночь мы включаем газ, почти все комфортные, чтобы было детям тепло. Таким образом, Ирина и ее трое детей стараются согреться в полуразрушенном доме. Также стараются сохранить тепло в квартире соседей этажом выше. Сейчас еще холоднее будет, куртки придется теплые надевать, пуховики. Я не знаю, как она сейчас родить должна и в каких условиях мы будем здесь жить. Все соседи уже давно съехали в новые квартиры, а наши героини с детьми так и остались в аварийном доме. Первая и четвертая квартиры трехкомнатные. Это оказалось в конечном счете главной проблемой. По программе переселения новое жилье уже выделено и даже готово к заселению. Казалось бы, заезжай и живи, но все оказалось не так просто. Меня не устроило то, что она получается двухуровневая, девятый, десятый этаж. Получается наверху две комнаты, а внизу получается кухня просто. И все, нет третьей комнаты. Я просто им говорю, а я так где буду спать с ребенком? Дети тем более разнополые. Я детей расселю, а я сама так где буду с маленькой спать? На двухуровневую квартиру наша съемочная группа приехала уже с представителем ДЖО. Жилье с крутыми лестницами, двумя комнатами оказалось, мягко говоря, тесное. Но, по словам представителя ДЖО, других вариантов нет. Эти квартиры были приобретены для переселения из авиарийного жилья. Вот именно этим семьям приобретены. Ну и они могут за ключами подойти в любой момент и переехать. Попытки разобраться с жилплощадью мы обратились в управление государственного и жилищного надзора. Но ответ так и не получили. Все ответственные лица оказались в отпусках. В итоге нас направили в строительную компанию. Данная квартира является трехкомнатной. А на первом этаже свободная планировка. Это отдельная комната. 12,4 квадратных метра. И отдельная кухня. 6,2 квадратных метра. Просто жильцу дано возможность свободного планирования в данных комнатах. А на втором этаже находятся две отдельные комнаты. Таким образом, квартира оказалась все же трехкомнатной. А если жители не согласны, ответ один. Пишите письменный отказ и подавайте в суд. Розалия Борисова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.